Ось абсцисс над осью координат, это называется положительное пересечение. Ось абсцисс под осью координат называется отрицательное пересечение. Так, вы господа, у любого русла, который нарисован на плоскости или диаграмме, вы можете посмотреть, сколько положительных пересечений. Давайте обозначим эту букву P и сколько отрицательных, и слово отрицательных N. И посмотреть на закручивание этого самого русла. Это будет выражение P-N. Давайте посмотрим, что это за величина P-N. Что с этой величиной происходит при преобразованиях омега-2? Что с ней происходит при омега-1 и при омега-2? Ответ на самом деле очень простой. Ребята, когда у вас происходит омега-3, то на самом деле, какие из этих мест положительные, какие отрицательные, это то же самое, что какие вот из этих мест. Просто, понимаете, у вас где-то прямая параллельная передвинулась, поэтому если здесь было такое пересечение, то или вот там, то будет такое же. Поэтому при омега-3 ничего не меняется. При омега-2, посмотрите внимательно, если у вас, вот сюда, смотрите, была вот такая штука, вы понимаете, что здесь в одном случае вы идете, ну, я не знаю, как это объяснять, то понятно, что они один положительный, другой отрицательные. Или нет? Представьте, вот вы идете, скажем, здесь вот стрелочкой, да, и идете здесь стрелочкой, тогда, представьте, смешно, у вас стрелочки вот так устроены, тогда, как вы считаете, вот эта вот штука какая? Положительная, вот это мысорно, как у сапсис, это вот не у сапсис, это положительная. Да, а здесь? А здесь отрицательная. То есть представьте себе, что, как, вот это, вот это, по-прежнему, то есть это слона, вот еще одна. Это отрицательная. То есть при преобразовании омега-2 у вас одно положительное и одно отрицательное пересечение склопывают и исчезают. Замечательно. А что происходит при преобразовании омега-1? Здесь, что у нас здесь было? Представьте себе, вот вы отсюда идете, вот так вот, вот так вот идете. Это какое было пересечение? Я сейчас считаю, что это отрицательная пересечение. Вниз вы назовете ось абсцисс, а то, что вверху, ось ордината. Вот это у меня ось абсцисс. Тогда ось ординат на 3. А должна быть в ходе, если положить. Все, это отрицательная пересечение. Это, теперь внимание, это было отрицательное пересечение. Ну, а когда мы эту тему стянули, то никакого пересечения нет. Значит, у нас здесь исчезло ровно одно отрицательное пересечение. Замечательно. Теперь понятно, что здесь наоборот. Исчезнет одно положение. Это может быть просто. Замечательно. И теперь вопрос. Чему же не равен инвариант Джон? У нас есть выражение. Сумма кауэлл, которая не меняется при амиде 2. Ну, я не доказал, но докажу, что оно же не меняется при амиде 3. При этом у нас еще есть вот то замечательное выражение b-n. Это выражение b-n на кручность ума, да? b-n. При преобразовании омега 1 меняется как раз на единицу. Так, что надо сделать сейчас? Какое выражение надо сделать? Если у вас была отрицательная штука, было отрицательное пересечение, и выражение равнялось минус а в минус 3 умножить на выражение без 3. Что надо сделать? А умножить на минус а в 3. Минус а в 3, да? Это разумно. Только на самом деле не минус а в 3. А надо это умножить на сумка. Замечательно. И это еще не правда. Потому что, примите, у нас же ведь это должно вычисляться по диаграмме. Мы не знаем, за какой там из петель мы будем трогать. Минус а в 3 надо еще возвести в степень... По минус а? Да. Вот. Минус а в 3 в степени b-n. По-моему, мы сейчас не правы. По-моему, на самом деле, должно быть, и это просто. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Сделаем очень просто. Мы сейчас возьмем ту самую петельку. Мы сейчас возьмем ту самую петельку. Вот она у нас, да? И мы же с вами уже посчитали, что выражение, что сумма Кауфона для такой штуки минус а в 3 умножить на сумму Кауфона от обычной окружности. То есть на единицу. Замечательно. А теперь давайте смотреть вот такое выражение. Мы уже с вами знаем, что это был отрицательный. Значит, p равнялась нулю, n равнялась единице. И значит, вот такое выражение, сумму Кауфона мы посчитали. Для того, чтобы считать вот такое выражение, надо посчитанную сумму Кауфона умножить на вот этот первый множитель, возвеленный в степень минус 1. Минус а в кубе в степени минус 1. Ну, ничего хорошего. Потому что здесь минус а в кубе, здесь минус а в кубе. Нет, ребята, все-таки n-1. Все-таки n-1. Мы с вами сделали на самом деле основную часть сегодняшней работы. То есть, что мы сейчас с вами доказуем? Как только мы сейчас техническую вещь сделаем, проверяем правильный день, мы с вами получим инвариант для улов. А его силе говорит то, что до 11 пересечений, я на самом деле не знаю, что там дальше идет, но до 11 пересечений он различает условия. То есть, действительно, очень мощный вариант.